Георгиевская ленточка Георгиевская лента была учреждена императрицей Екатериной II 26 ноября 1769 года. Она была атрибутом Ордена Святого Георгия для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо Российской империи, проявленные в мужественных поступках или мудрых советах. Люди, получившие этот символ доблести, пользовались всеобщим уважением и почетом. За службу и храбрость эти слова стали девизом Ордена Святого Георгия. На шелковой ленте Ордена расположены три черные и две оранжевые полосы. Во времена Екатерины II полагали, что они символизируют цвет пороха и цвет огня. По другой версии считается, что это цвета российского герба, когда на нем был изображен черный двуглавый орел на золотом фоне. Орден имел четыре степени и предназначался для награждения только офицеров и генералов. За всю историю России только четыре человека стали полными кавалерами Ордена Святого Георгия. Это фельдмаршал Кутузов, генералы Барклайда Толия, Паскевич и Дибич Забалканский. В 1807 году для поощрения нижних чинов русской армии был введен солдатский и унтер-офицерский, знак отличия военного ордена Святого Георгия. Он представлял собой серебряный крест с изображением Георгия Победоносца и носился на узко-оранжевой черной ленте. Эта награда вручалась за взятие вражеских знамен, пленение офицера, спасение командира офицера в бою, вступление первым на вражеские позиции. Первым кавалером солдатского Георгия стал унтер-офицер кавалергардского полка Егор Митрохин. Он был награжден крестом за отвагу в сражении с французской армией под Фридландом 2 июня 1807 года. После окончания Крымской войны в 1856 году Георгиевский крест был разделен на четыре степени. Первая и вторая золотые, третья и четвертая серебряные. Для награждения высшей степенью Георгиевского креста солдат, матрос или унтер-офицер должен был лично совершить четыре подвига в бою. Если при ведении боевых действий кавалеры ордена не могли получить сам знак, им временно вручалась Георгиевская ленточка. Они с гордостью носили ее на военной форме. Указом императора Александра II в 1855 году к офицерскому золотому наградному оружию жаловался темляк из Георгиевской ленты. В 1878 году она стала новым высшим отличием. Георгиевские ленты размещались на знаменах и штандартах полков с надписями отличий, за которые ленты пожалованы. Первоначально знаки отличия военного ордена не нумеровались, а начало тому было положено только в 1809 году. Император Александр I приказал ввести вечный список георгиевских кавалеров. В 1913 году к Георгиевскому кресту четырех степеней добавилась номерная Георгиевская медаль. Она тоже имела четыре степени. С этого времени была введена новая нумерация наград. Полным солдатским георгиевским кавалером считался тот, у кого было четыре креста и четыре медали. Всего за время существования солдатского ордена им было награждено более миллиона человек. Рядовому солдату, но кавалеру четырех степеней Георгия, офицер и генерал первыми отдавали честь. Раз в год государь давал в Зимнем дворце званый обед для низших чинов армии кавалеров четырех степеней Георгия. И первый тост царь произносил в честь русского солдата. Наш земляк, герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев на полях сражений Первой мировой войны заслужил три Георгиевских креста и медаль четвертой степени. Продолжая славные традиции, во время Великой Отечественной войны в 1943 году был учрежден солдатский орден славы трех степеней. Ленточка ордена славы была черно-оранжевой, георгиевская. В рядах Красной армии сражался солдат Кузин Степан Тимофеевич. Он был награжден двумя георгиевскими крестами в Первую мировую войну. В годы Великой Отечественной войны он был награжден также двумя орденами славы. Полными кавалерами ордена славы стали около двух с половиной тысяч военнослужащих. Из них четыре женщины. Цвета георгиевской ленты в годы Великой Отечественной войны были на знаке гвардии и колодке медали за победу над Германией в 1941-1945 годах. Георгиевская лента сохранена и в наградной системе современной России для ордена святого Георгия и знака отличия – Георгиевский крест. Во все времена эти награды и георгиевская ленточка были символами доблести, личного мужества, отваги и бесстрашия в бою. Сегодня георгиевская ленточка является символом дня Великой Победы. Она подчеркивает преемственность поколений, является знаком уважения и памяти о героическом прошлом советского народа, отстоявшей свою родину в годы Великой Отечественной войны. К ней уважительно и трепетно относятся россияне. Ее боятся и ненавидят наши враги. История этой черной-оранжевой ленточки вместила в себя многовековую историю нашего государства. Мы должны знать и помнить об этом, ведь за нами будущее России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин